Ну это очень продвинутый брахман. Конечно же на первом этапе брахман он для себя все. На первом этапе допустимо. Брахман, ну большинство конечно, в йоге их называют шароваки и пратика будды, то есть те кто занимается для себя, то есть йогу используют для того, чтобы, как вы правильно сказали, свалить из круга сансары. Но это на первом этапе. На следующем этапе, когда человек будет из жизни в жизнь оказываться в мире людей, видеть страдания, его жизненный опыт в прошлом будет говорить, что вот сюда попасть будет круто потом, сюда попасть еще круче будет потом, сюда попасть совсем-совсем круто будет потом, потом, потом и много-много раз потом. Поэтому он понимает, нет, я ни сюда, ни сюда, ни сюда не хочу. Я хочу быть тем, кем я жил из жизни в жизнь. Он опять становится на путь практика. На первом этапе он понимает, что заниматься йогой только для себя, это не самое лучшее. Поэтому они начинают уже, что делать? Да, правильно. То есть они начинают делиться знаниями, делиться энергией. Потому как если йог живет в социуме, и у него более-менее адекватная энергия, то он действительно, даже живя в социуме, занимаясь собой, будет оказывать благотворное влияние на окружающую действительность.